Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа Мирдэнди. Сегодня вас ждут не менее интересные игры, нежели в прошлый раз. И на Sony PlayStation, и на Dreamcast, и на персональном компьютере 100% хиты. Найди свою игру. Компьютерная приставка, видеоигра, картридж, диск, журнал или самый обыкновенный джойстик в магазине Дом Дэнди. Все это и многое другое. Огромный выбор. Вау! Виртуальная страна для реальных геймеров. Альтернативы нет. Дом Дэнди, 47, 41, 96. Богдана Хмельницкого, 33. Игра, о которой сейчас пойдет речь, не является клоном легендарного драйвера. Это нечто другое. Новое и очень интересное. Поучаствуйте в авантюре ценой 4 миллиона долларов. Вам понравится. Что делать, если драйвер уже пройден, а Police Chases так и не попала вам в руки? Не нужно отчаиваться. Это не последние игры в таком жанре. Свобода на колесах становится популярной день до дня. И на горизонте появляется новая звезда итальянского происхождения. Встречайте, Italian Jump. Здесь, как и в любой игре подобного жанра, вас ждут огромные города, живущие своей жизнью. Выбирая машину и в дорогу на поиски приключений. В драйвере нам предлагали поиграть за полицейского под прикрытием. Police Chases за патрульного. А здесь нам придется ограбить банк. И на кону будет ни много ни мало 4 миллиона долларов. Но путь тернизм. Для начала нам придется выполнять множество разведывательных заданий. Машины отдельная история. Их здесь огромное количество. Выбирая не хочу. Но для начала их предстоит еще и заработать. Но я уверен, за этим дело не постоим. Думаю, вы поняли, с чем придется иметь дело. Итальянская работа ждет вас. А теперь немножко свежих игровых новостей. В Америке поступила в продажу приставка от Microsoft Xbox. Сказать, что консоль будет популярной, значит ничего не сказать. Но же сейчас на нее анонсировано свыше сотни потенциальных футов. Полтора десятка уже готовы к выходу. Из игр, обреченных на успех, хочется отметить. Jet Set Radio, Dead Relief и Ape 3. Это только начало. Похоже, что дядя Билл решил войти в приставочный мир всерьез и надолго. Новый Twisted Metal выйдет не где-нибудь, а именно на первой Sony PlayStation. Движок игры перенесли со второй части. Движок игры перенесли со второй части. Диснеевский Тарзан переживает второе рождение на GameCube. Игру не стали переводить, и сделали заново. И еще одна радостная новость для владельцев PlayStation. На ней готовится к выходу третий Тони Хавк. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Динь, Кайон и многие, многие другие популярные герои. Полуатаку во время игры я не испытывал со времен Crash Racing. И так во всех гонках здесь нужно примчаться к первым. А для этого, как говорится, все средства хороши. А этих самых средств в игре просто не имеленно. От ракет и бомб до черных дыр, слонов и роялей, падающих с неба. Во время гонки творится такая массака, что частенько вообще не понимают, что происходит. Но именно в этом и заключается все веселье игры. Пришел первым, получай очки, на которые можно приобрести еще более разрушительное оружие, чтобы на следующей трассе тоже прийти первым. Мы, наверное, обратили внимание на графику в Space Race. Она сделана в очень оригинальном мультяшном стиле. И очень, кстати, вписывается в шизанутую атмосферу игры. Хотя, с другой стороны, все мы не от мира сего. И именно поэтому нам нравятся такие игры. А играть вдвоем с другом... Мммм... Для чего им рассказываю? Вы сами знаете, как это классно. Как говорится, гонки бывают двух видов. Так что, владельцы Dreamcast, ни за что не пропустить самую сумасшедшую гонку на этой платформе. Space Race. Эту игру ждали так долго, что нет смысла ее представлять. Путь лорда подобен пути эфира. Когда старое время умирает, свободное течение эфира возносит сильнейшего к вершине власти. Лишь тот, кто неумолим и бесстрастен подобным вирусом, станет владыкой лорда. Лорд не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, кроме войны. Лорд, кроме войны. Эфир порабощает послушных и убивает непокорных. Так следует поступать и лорду. Таков путь лорда. Путь, ведущий к храму времени. Путь, ведущий в вечность. Их ждали все. Все российские игровые журналы писали десятки статей про них, брали интервью разработчиков, хотели быть бета-тестерами. Весь мир, создавая дыхание, ждал 9 ноября, а игровой Олимп уже готовил тепленькое местечко для них на своей вершине. Еще до своего рождения эта игра стала супер-хитом. И вот, точно в срок, прохладным осенним деньком, демиурги появились на прилавках магазинов. И понеслись бестонные ночи. В универе забывали, как я выгляжу, щетина медленно отрастала на моем лице, а желудок настойчиво символизировал о времени для принятия пищи. Но сил оторваться от монитора уже не было. Что же такого оригинального в этой игре от него обзор? Ответ очень прост. Демиурги совместили в себе все самое лучшее по шаговой стратегии и настольных карточных игр Magic the Gathering. Получилась настолько взрывоопасная смесь, что теперь раз и навсегда поднята фланг качества для игр таких жанров. Не буду рассказывать вам про сюжет. С ним вы и сами сможете разобраться. Расберем лучше сам игровой процесс. В игре присутствуют целые совершенно разные расы. И в зависимости от вашего выбора, полностью меняется стратегия и тактика игры. Итак, начнем с по шагового режима. Перед вашими глазами простирается огромная карта, на которой находятся ваш замок, грудники с ресурсами, различные призы, артефакты и многое-многое другое. И, конечно же, ваши герои, лорды эфира. Здесь все как герои. Легайте по карте, открывайте новые зоны, получайте ресурсы, покупайте новые заглядания для своей колоды и т.д. и т.п. Но самое главное, что вам запомнится раз в веке, так это бои. О графике во время сражений можно слагать песни. Но это не поможет передать все то великолепие, которое возникает перед вашими глазами во время время 17-юймового монитория. Но речь сейчас не об этом. Люди, игравшие в Magic, без проблем разгрузятся в боевой системе игры. Да даже не шарящие геймеры, какие-то полчаса поймут себе прелесть этих боев. В вашей колоде может быть всего лишь 15 карт. И поверьте, это не так уж и мало, как кажется. И если я начну перечислять возможные колоды, то на это не хватит и трех часов. Ведь в игре всего более трех сотен карт. А это значит, что вы можете создать оригинальную колоду и соответственно, собственную индивидуальную тактику боя. Да что здесь говорить. Мы уже не часами распинаться по поводу всех красот и оригинальности этой игры. Но я не собираюсь этого делать. Для Мьюрги это супер-хит. И не важно, что скажет игре. Суть от этого не изменится. Мы можем гордиться разработчиков необъятной России.